Завтра отмечается Международный день цирка. Искусство древнее и универсальное. Акробаты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики. Все артисты должны на манеже удивлять публику. И, конечно, это одна из немногих сфер, где правят балом династии. Приветствуем в нашей студии художественного руководителя Большого Московского цирка, Народного артиста России, Аскольда Запашного. Доброе утро. Доброе утро. Чайку, Аскольд. Спасибо большое, с удовольствием. Но сразу хочется говорить, как шпрыхтал мейстер. Как ты думаешь, все-таки, кто же главный человек в цирке? Ха, вот тут поспорят разные люди. Потому что у нас есть, допустим, инспектор манежа, тот самый раньше шпрыхтал мейстер. Он может вообще все запретить, даже директору. Ого! Да, он отвечает за правила техникобезопасности. И, наверное, он в какой-то степени главный. На манеже режиссер, внутри номер руководитель номера, вне зависимости от жанра. Смотри, себя не называет. Молодец. Тактично. А скажи, почему именно в цирке так много династий? Как думаешь? В цирке большое количество профессий, которые связаны с риском для жизни и для здоровья. И поэтому, конечно, люди стараются доверять тому человеку, которому хотят и могут доверять. Поэтому привлекают родственников, привлекают тех людей, которые могут все время рядом находиться. И поэтому семьи, в общем, воспитываются таким образом, чтобы сразу становились тоже цирковыми артистами. И получается своеобразная, с одной стороны, поддержка, с другой стороны, я всегда говорил, что цирк – это не работа, а образ жизни. И здесь нужно проводить такое количество времени, что, в общем, с родственником проще. Ну вот про цирковых детей обычно говорят – вырос в опилках. А вот вы с братом когда вышли на маняш? Я вообще всегда говорю, что я счастливый человек. Почему? Потому что, во-первых, я жил всегда, да, рос, вокруг меня было куча животных. И вот я могу провести время со слоном. Это же чудо. Доброе утро со слоном. Кто-то мечтает об этом, мечтает просто слона увидеть. А у нас можно я быструю историю расскажу? Мы работали в Лужниках однажды, и с нами работала семья Гартнеров, итальянцы. И они, в общем, сказать, со слонами, с очень крупными работают. Я иду, стоят три огромных слона, просто многотонные. У них в ногах маленький ребенок, вот такого роста. Я как запаниковал, и бегу, быстрее, там, новые артисты, не знаю, какие порядки, что. Я говорю, ребенок зашел к слонам. Они, не-не, все в порядке. Я говорю, в смысле, что в порядке? Он говорит, воспитывает ребенка. И я говорю, то есть у вас ребенок там, они его так берегут. Они, говорят, нет, человека не подпустят близко. И вот эта форма, это фактически как Маугли своеобразная, да, она в цирке достаточно распространена, и это о чем говорит? Вы зададите потом этому ребенку вопрос, когда это первый раз к слону пришел? А он скажет, да как я с ним рос просто. Ну вот смотри, вы с Эдгардом четвертое поколение артистов запашных. А пятое готовится? Конечно, обязательно. Но я, мне кажется, самую главную миссию в жизни выполняю. Это уже влюбил моих детей в цирк, и мой брат в том числе. Они подготовили для вас номер. Итак, друзья, на арене настроения не братья, а сестры запашные. Девчонки, жгите! Все в образе. Здесь же еще важно не только технически правильно делать, еще и состояние артистическое тоже. А кто есть кто вообще, куда смотреть? Ну, вот моя младшая Эльза, вот прям сзади сейчас в белом парике, с красным колпачком, ей 13 лет. Старшая, самая высокая, которая сейчас посерединке впереди стоит, тоже в красном колпачке, это Ева, ей 14 лет. А племянницей? Племяшки вот в синих, ну, в синих-красных комбинезонах, ближе к нам Глория, подальше от нас это Стефания. Одной, соответственно, 13, другой 12 лет. Кирилл Капустин, это руководитель номера, и он, грубо говоря, один из самых лучших жонглеров у нас в цирке, и вообще замечательный жонглер. И он руководит детской студией именно вот в жонглировании. Да, и Гриша, это династийный тоже мальчик у нас, который в большей степени акробат, но в том числе вот жонглер. А девчонки-то по характеру похожи или разные? Вообще разные. Да, расскажи. Как мы с братом. Ну, Ева, она такая очень импульсивная девочка, не поседа, очень любит экшен, очень любит постоянное какое-то движение. Эльза больше такая домоседка, креативная девчонка, любит рисовать очень. Ну, я их тщательно тоже стараюсь развивать в разных направлениях. Они у меня и танцуют, и поют. Эльза не любит петь, но как бы... Ну, поют обе хорошо. А сходит, а долго ли такой номер вообще репетируется? Ну, вообще жонглирование – это такой жанр, который нужно бесконечно репетировать. Мы даже шутим, что если хочешь испортить жизнь ребенку, сделай из него жонглера. Потому что нужно круглосуточно. Вообще считается, нужно 6 часов в день жонглировать. Ого! Обязательно, каждый день. Серьезно? Да. Ну, получается, что номер, по сути, можно собрать за короткий промежуток времени, но из имеющихся навыков. То есть это не так, что вот ты там захотел, сделал и закончил. Ну, у нас Рома апельсинами умеет, если что, имею в виду, к себе в труппу возьмешь. Рома, есть вакансия? Я готов, да. Это называется финальная сборка. Сейчас Эльза должна поймать все булавы. Ого! Притягивает прям. Молодец. Это трюк «Флик-фляк» называется. Вау! А сейчас будет еще «Ляк-скач». Вот он. Браво! Спасибо, достойная смена растет. Всех с наступающим днем цирка. Ловите хорошее настроение, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...